Кстати, ребят, очень жду, когда появится кетчуп, прямо очень-очень жду, да, как вы видите, называется провансаль оливковый, провансаль легкий. Ну что, ждем? Ждем майонез, соус на основе растительных масел и получается соус на основе растительных масел с массовой долей 20% тут идет и 55% провансаль оливковый и провансаль легкий. То есть получается, да, тот самый вкус с пользой для здоровья, это будет майонез, ребята, да, хотя это называется соус, но это будет майонез. В общем, ждем. Ну и, ребят, обратите внимание вот на это, это очень долгожданные новинки, кто недавно в компании Фаберликон, конечно, такие новинки не помнит, не знает, но я еще помню универсальный крем с аргинином, когда он шел в красной упаковке. Итак, значит, первый крем-бальзам растирка с сабельником, давайте его будем брать. Этот я, конечно, ни разу не пробовала, но пойдем по порядку. Значит, вот он идет такой, с такой вот защиточкой, обычно, я так понимаю, белый крем, да, я угадала, обычный такой вот белый крем, для чего он нужен, да, вот этот сабельник. Экстракт сабельника шалфея, эфирное масло чайного дерева. Я чувствую очень сильно мятное что-то, да, аромат просто не очень такой приятный, острый, резкий. Вот, наверное, этой травы. Аж дыхание спирает, если честно, хотя чуть-чуть его выдавило. В общем, очень сильно пахучий, припахучий, да. Так, сколько тут малый идет? 12,82. Ребята, кто давно в компании Фаберлик, расскажите мне, пожалуйста, был ли у нас раньше такой бальзам растирка с сабельником, я такого не помню. Да, говорить, вот когда я его вдыхаю, даже говорить сложно. Дыхание спирает, сразу сопли. Вы представляете, какой у него аромат. Он помогает уменьшить усталость после физической нагрузки. Так, бальзам растирка, значит, эффективная формула с экстрактами сабельника шалфея, эфирным маслом чайного дерева, оказывает местные разогревающие действия на кожу, эффективен после интенсивной физической нагрузки, снимает напряжение и неприятные ощущения. Меры предосторожности после нанесения бальзама тщательно вымойте руки, избегайте попадания бальзама в глаза, на слизистые оболочки носа, губ и рта. При случайном попадании смойте водой. Ну, в общем, очень интересная штука, я так понимаю, что очень действенная. Я как раз сегодня вот занимаюсь спортом, наверное, мне она нужна. Далее, бальзам растирка с пчелинным ядом. Так, значит, в составе идет пчелинный яд, экстракт шалфея, эфирные масла, чайного дерева и мяты. Значит, тут еще мяты добавляются, да? То есть, ну, такой тоже густоватенький кремушка. Очень хорошо разносится, то есть, его много не надо. Он прям по всей руке пробежится. Запах тоже не особо-то приятный, но не такой резкий, избивающий с ног, как, получается, сабельник. Ну, что-то есть немножечко от сабельника, но уже намного приятнее. И даже дыхание не спирает. Значит, он идет для того, чтобы наносить на спину еще куда-то, да? Его рекомендуется для нанесения на кожу в области суставов, поясницы, после интенсивной физической нагрузки. В общем, там, где кости, смазки, туда вот и наносите. Снимают неприятные ощущения. Отлично! У меня как раз больное коленка, я его травмировала. И вот бальзам-фтирка именно с пчелиным ядом. У нас сегодня девчонка приходила, мы ее уже намазали. Она повредила спину, она стреляет в спину, болит. Там понятно, что нужен мануал, чтобы ей все это вправить. Потом курс массажа, чтобы все мышцы встали на место, да? После сдвинутых позвонков обратно. Там глюкозамин надо попить, да? Вот наш вот этот курс целый. Понятно, что там одной мазью не обойдешься. Но она сказала, настолько стало легче и настолько стало приятнее. Говорит, спасибо огромное за то, что вот так вот оно классно все у нее произошло. И удачно мы ее намазали, и у нее все прошло. Но я ей, конечно, сказала, да, это классно, но это не повод не сходить к мануалу. Далее, универсальный крем с аргинином. Ребят, его ждали огромное количество человек. Да, то есть он имеет в составе активную форму аргинина, экстракт имбиря, экстракт плодов каштана, экстракт донника и экстракт листьев подорожника. То есть раньше, когда у меня ребенок, если где-то стукнется, мы мажем аргинином, и шишки просто из синяка просто не приходит. То есть он реально крутой в своем составе. Так, ну да, запах тоже поменялся, не очень стал такой вкусный. Вот, значит, он восстанавливает кожу, улучшает барьерную функцию при ушибах, эффективен при ушибах, растяжениях, укусах насекомых и синяках. Да, то есть очень хорошая штука. Мама его прям пачка за пачкой раньше расходовала и сказала, что, говорит, как бы я не устала вечером, я, говорит, все везде, где у меня, говорит, устала, руки, ноги, спину, все, говорит, намажу. После баньки, говорит, спину, тело, и, говорит, с утра встаю, говорит, как новенький, у меня ничего не болит. Это, говорит, единственное, что, говорит, мне помогало, это крем с аргинином. Когда она его просила у меня, я сказала, мам, к сожалению, его больше нет. У него поменялся аромат, напоминает вот этот вот с сабельником, но не такой резкий, острый и прикольный даже такой, да, слегка охлаждающий, но не холодит так, как вот этот вот сабельник, да, сабельник просто, просто падать. Но он такой, я так понимаю, и должен быть, да, идут они в таких вот упаковочках, все они идут по 75 миллилитров, мне кажется, это очень полезно и очень актуально именно к сезону, к сезону вот этих вот садов, огородов, путешествий и так далее. Я думаю, вообще классно. Ну, что, ребят, могу сказать, сколько новинок, такой длинный обзор, причем это новинки, первая часть обзора, понимаете, первая часть. Ну, вообще круто-круто. Так, вообще компания Faberlic нас балует примерно полторы тысячи новинок в год, а то и больше выходит. Это просто шикарно для развития бизнеса, но еще и шикарно для нас, как для консультантов, которые вообще забыли слово магазин и понимаем выгоду, да, то есть продукт у нашего новичка закончился, он покупает новый. Это товарооборот, за который платит компания, и это, конечно, круто, ребята, это круто. Итак, средства для серии Volume & Style, созданные специально для тех, кто всегда на стиле, для тех, кто следит за актуальными укладками, готов их повторять и ловить восхищенные взгляды. Ну что ж, тот момент, когда уверены в своей укладке, в составе всей серии идет Кератин Комплекс и Уэб Фильтр, модный и парфюмерный аромат. Ну, что могу сказать про ароматы? Да, действительно, ароматы мне нравятся больше, чем у прошлой линейки. И, конечно же, прошлая линейка это то, что уже надоело нам с вами, да, то есть как-то есть и есть и хорошо, но хотелось бы что-то новенького. Я думаю, это все мы с вами понимаем. Итак, первые два спрея для меня прям загадка. Моделирующий термозащитный спрей для волос. Вот он таким образом идет. Я его нанесла и попыталась сделать какую-то прическу. В принципе, укладка классная, объем нормальный получается. И он мне, вот этот спрей у нас был DDCC или какой-то вот такой, да, там куча прям была преимуществ. Он мне напомнил его. Такое чувство, что это усовершенствованная серия его. Раз в пять, наверное, он лучше, чем был предыдущий. Значит, защита волос и быстрая укладка. То есть вы его наносите перед тем, как завиваться, и ваши волосы просто больше не будут повреждаться. И каждый стилист знает, что эксперименты с модными укладками и модными образами не должны влиять на качество волос. И это очень важно. Итак, аромат приятной легкой свежести. Очень такой хорошенький, не бьющий в нос. И вот этот моделирующий спрей, он идет 100 МЛ. Он подготавливает волосы к укладке, защищает пряди от термического воздействия и обеспечивает среднюю фиксацию, придает блеск и объем. Артикул 2703. Прикольно. Мне еще, знаете, что хочется с ним попробовать, это завиться, набрызгаться им и завиться им на ночь просто на бигуди. Интересно, какой будет эффект, какая будет стойкость. Это тоже хочется понять. Артикул 2706, 100 МЛ. Это обычная такая водичка. Да, то есть волосы он не утяжеляет. Такое чувство, что его на волосах нет. Кстати, вот этот наш лак держится уже третий день у меня. Ничего с ним не случается, да, в виде я на один ноготь нанесла. Вот этот сахарный эффект. И он до сих пор. Аромат просто какой-то свежести, чистоты. Вот такой приятный, классный. Очень нравится такой аромат. Далее, значит, это у нас идет, получается, моделирующий термозащитный спрей для волос, да. И пляжные локоны или голливудская классика, выбирая быть в тренде, спрей для волос с морской солью. Вот от этого спрея волосы, они становятся какие-то, знаете, такие грубые. Действительно, как после моря. Я как раз с него, да, с соленого моря недавно из Дубаев прилетела. Ну, там не море, там Персидский залив бесконечный, бескрайний. Но что хочется сказать, то что он действительно такой прикольный. И вот мы феном недавно, да, с Еленой, мастером, да, профессионалом делали спреем. Не спреем, а феном, вот эти вот, да, этими шипами поднимали, да, вот эти вот волосы поднимали. И вот с ним получится куда лучше, да, эффект такой вот небрежности получится куда лучше. Это прям 100% хочется сказать. А вот эта защита волос, да, то есть, ну, мы про него поговорили. Тоже очень такой классный у линейки один и тот же аромат. Очень-очень приятный. Дальше, конечно же, идет сухой шампунь для волос. Вот тут мне, конечно, есть что сказать. Почему? Потому что он кардинально отличается от обычного нашего, к которому мы привыкли, шампунью для волос. Сухой шампунь для волос я всегда любила от компании Фаберлик. Но вот этот, он как будто меньше оставляет белизны на волосах. Как будто лучше волосы очищает. Вот, и как будто бы нечего вычесывать. Да, чешешь-чешешь, такое ощущение, что нечего вычесывать. Ну, и запах не такой яркий, но он другой. Он такой идет средней яркости, да, то есть, не еле уловимый, а именно такой, знаете, сластинки. Очень известные сластинки. Никак не могу понять, что она напоминает. Вот такой, очень такой резкий сладкий аромат. Его можно применять как стайлинговое средство для придания объема. И вот это я тоже поняла, что объем он дает. Это классно. Далее, значит, он абсорбирует грязь и жир и быстро освежает волосы. Тоже здорово. Значит, артикул 2702. Конечно же, я перехожу на него, потому что 100 раз лучше, нежели предыдущий. То есть, но предыдущий был просто огонь. И он у меня еще не закончился. У меня, по-моему, флаконов 5 предыдущего есть. Далее идет разглаживающий крем для волос. Как я поняла, если я неправильно поняла, меня мастер исправит. Я вам обещаю с мастером все это дело отснять отдельно, прямо с мастером. Потому что мне самой интересно, правильно ли я это все поняла. Но я так поняла. Голову помыли. Нанесли вот этот крем. Я его уже попробовала, да. Нанесли крем, размазали, нанесли на волосы, да. Таким вот образом, не густо, не густо. И потом, значит, вы сушили феном, и у вас получается разглаживающий крем для волос. Отлично срабатывает. Он не утяжеляет, не склеивает, что я заметила, да. Артикул 2703, 75 мл. Он усиливает блеск, но слегка на белых пережженных волосах недостаточно, чтобы там прямо не блестели. И также в составе кератиновый комплекс, который эффективно восстанавливает структуру волос, уменьшает их ломкость. А если это с феном все проделывать, то понятно, что кератиновый комплекс еще глубже попадет. Мое, в принципе, мнение. Также он снимает статическое электричество. Да, и что интересно, вот, он приглаживает выбивающиеся пушковые волосы. Но я с ним просто вот его нанесла и просто высушилась феном, и уже хорошо, уже красиво. Поэтому мне кажется, что он будет работать и так, и так. Да, то есть сделали хвостик, видите, что у вас что-то где-то торчит, взяли, подобрали. Вам захотелось гладкости, вы взяли, подобрали. Или вот так же, как я, целиком. Интересно, конечно, очень интересно. Прикольные новинки мне не понравились. Мыло мне придет, к сожалению, немножечко позже. И далее у нас с вами идут абсолютно новые ароматы. Гелий для душа. Это апельсин и роза и кокос и ананас. Ребят, бесподобные оба аромата. Очень мне понравились. Просто обалденные. Сейчас прямо унесу их в ванну. Мне интересно, что скажут другие жители нашей квартиры. Но пока что это просто невероятно классный аромат. Кокос и ананас кисленький, такой нежный, не бьющий в нос. А вот этот аромат, он идет прям посильней. И, если честно, запаха розы я не расчувствовала. Может быть, есть какие-то нотки, потому что чувствуется, что не, как даже сказать, не чистый апельсин. Но вообще еле-еле-еле. То есть я не поняла. Запаха розы. Но вот апельсин прям круто. Даже не апельсин, а вот, знаете, какой-то такой грейпфрут, что ли. Я прям в восторге. И вот наша косметика Dr.Fu.or. Она именно для кожи с признаками экстрогенного дефицита компенсирует замедление механизмов, самовосстанавливается. И кожа вперед, пери, пост и менопаузы. То есть вот таким образом. Вот эту вот линейку я так и не протестировала. Я помню, что вы ждете результат. Но я ее отдала Катюше. Она не захотела. Вот эта линейка действительно супер. Она мне очень понравилась. Доктор Корр тоже еще пока что... Ой, не Доктор Корр, а Дрем Терапи тоже тестирую. Океаника, как вы помните, мне не подошла. Но я очень полюбила вот эти вот патчи. Они так разглаживают хорошо. И вот кремы для тела тоже очень полюбила. Этим шприцом я пользуюсь третий день. Пока ничего сказать не могу. Но чувствуется, что кожа прям говорит спасибо. Да, спасибо. Прям ей все вот это вот дело нравится. И я, в принципе, очень-очень довольна. Ну и далее у нас с вами выходит обновленная линейка. Счастье для рук и счастье для ног. Тот момент, когда окружена заботой со всех сторон. Да, от рук и до ног. Нам обещают лучшие природные ингредиенты. Проверенные действенные формулы. И разработанные под ваши потребности. Я, понятно, что заказала все. Но все попробовать, как вы понимаете, нереально. Невозможно. И начнем с вами с кремов для ног. Конечно же, первый крем это снятие усталости с ног. Чем он мне понравился? Тем, что он быстро впитывается. Не оставляет вообще ничего после себя. Никакого ощущения гибкости. Он хорошо охлаждает. И действительно снимает усталость ног. Но вот лечит, не лечит, я не пойму. Но, как тут написано. Привет, я свежая мята. Сегодня ты много гуляла. Я точно знаю, что тебе нужна моя помощь. Я сниму усталость ног. И наполню твою походку легкостью. Гарантирую комфорт каждому твоему шагу. Да, действительно усталость снимается. Но вот такая, знаете, длительная усталость. Например, 3 дня подряд шло какое-нибудь мероприятие. И вы на шпильках и так далее. Это, конечно, слабовато. Но охлаждающий гель был у нас про ноги. И вот он мне, конечно, нравился, по-моему, так больше. Но это после первого применения. Я еще не могу сказать точно. Артикул 2517. Далее, крем для ног смягчающий. А, кстати, какой он, да? То есть я как раз помыла, сходила руки после сабельников и аргининов и так далее. То есть обычный такой вот крем. Беленький, хорошенький. И действительно хорошо работает. В плане того, что он еще увлажняет. У него идет такой мятный, ментоловый, наверное, скорее всего, привкус, что очень прикольно. Далее, крем для ног смягчающий, да? Что он делает? 2518 Артикул. Тоже абсолютная новинка у меня в руке. Да, такой вот он. Негустой, нежидкий. Плотненький, хорошенький. Здравствуйте, я ЖЖБА. Из меня получает воск, который быстро справляется с сухостью и грубостью кожи. Твои ножки нуждаются во мне, чтобы всегда быть мягкими и гладкими. Будем пробовать. Буду вам рассказывать. Пустые баночки обязательно смотрите, потому что такое количество кремов быстро-быстро, ну, никак невозможно, да, протестировать. Самое интересное, что у него очень такой приятный аромат. Так, это кремы для рук. Далее, крем для ног дезодорирующий. Ну, я уверена, что он нужен всем летом. Особенно те, кто любит глухие, получается тоже такой же, как будто по консистенции, как и два предыдущих. Я уверена, что он нужен всем, кто любит летом носить кроссовки глухие и так далее, и так далее. Это, в принципе, важно для ног, чтобы не допустить никаких там грибков, испорченных ног. Вот как у меня муж в армии испортил ноги. Он приехал когда из армии, мы с ним только-только познакомились. Ну, где-то через полгода, наверное, после армии с ногами мы очень долго воевали. И помню, даже всякие мази в аптеке покупали, более десятка мазей перебрали. И вот какая-то из них помогла, ножки вылечили. Но если не поддерживать ноги, ароматы обратно возвращаются. А это проблемы в поезде, проблемы, ты пришел в гости разуться и так далее, и так далее. И, конечно, ноги нужно постоянно поддерживать, постоянно покупать новую обувь. Тут, конечно, да, проблемы есть у него с ногами по сей день до сих пор, хотя мы практически их вылечили. И вот этот крем для ног дезодорирующий, понятно, что нанес, подождал, пока впитался, да, 2-3 минуты, и пошел. И уже ты будешь более уверен в том, что у тебя не будет никаких проблем там, да, в закрытых помещениях. Это важно. Значит, он идет с артикулом 2516. 2516, кстати, его тут что-то и нету, 2516, голубенький, да, а вот это что? А, вот же для ног 2516, да, вот, мне кажется, что хорошее приобретение в дом именно дезодорирующий. Да, кому-то он не нужен, у кого-то ноги сохнут, понятно, что дезодорирующий не подойдет. Ну, молодец, компания Фаберлик. Сначала, знаете, я подумала, ой, ну зачем столько кремов, это какой-то маркетинговый ход, я думаю, что крем должен быть от всего, знаете, вот прям один крем. Но зачем мне, например, если у меня сохнут ноги, еще и дезодорирующий эффект? Ну, вы должны понимать, да, то, что я думаю, что это очень важно для каждого человека по-своему. Вот, снятие усталости тоже, им же можно до самых бедер намазаться, по идее, да, его можно нанести. Далее, значит, так, это крем для ног тонизирующий и крем для ног питательный. Вот тонизирующий я так и не поняла. Так, я спортивный можжевельник. На старт, внимание, марш. Кто лучше всех тонизирует кожу, отбрось сомнения, это я. Применяй меня, когда есть усталость ног и требуется увлажнение кожи. Вот усталость ног и увлажнение кожи. Будем пробовать, будем пробовать, да, то есть можжевельничек. Легкий такой кремушка. Аромат тоже такой приятненький и не бьющий нос у всей линейки. То есть не воняет, а действительно источает такой тонкий, приятный. Практически никакой аромат. 25-15. У кого ножки устают? Ну, я думаю, на ночь после душа самое то его. Так, дальше, значит, крем для ног питательный. Он, наверное, будет такой более густой. Хотя, да, да, он такой более густой. Более такой, мне кажется, он будет подольше, чем другие, впитываться на минутку. Но я думаю, это не столь суть важна. Главный эффект. 25-19 артикул. А я, Ален, мое богатство, высокое содержание витамина Е и жирных кислот в составе. Я окружу твою кожу заботой, она станет бархатистой и мягкой. Ну, тоже, да, я думаю, каждый найдет свое. Вот смягчающий, да, то есть я не поняла. И питательный. Чем они отличаются? Из меня получается воск. Так, это, наверное, вот загрубевшие пятки мазать. Или как, да, то есть загрубелая прям кожа такая сухая. Вот он идет как смягчающий. А это питательный, чтобы просто ноги не сохли, наверное, да. Ну, в общем, не знаю, измажу. И мне кажется, вот разницы между смягчающим и питательным я действительно не вижу. Далее, бьюти-команда для кожи рук Happy Hands. Тоже новенькая линейка, да. Happy Steps мы с вами обсудили. Happy Hands переходим. Итак, крем для рук питательный. Хочется, конечно, попробовать. Давайте вот сюда. Я как раз все по локоть помыла. Так. Ну, прям чувствуется. Он такой прям густой, насыщенный. Ну, действительно, он поможет. Если вот вы прибирались, не нанесили защитный крем, он поможет восстановить кожу. Действительно поможет. Он идет с экстрактом шиповника и маслом ши. В принципе, масло ши действительно крутое. Мне очень нравится. Значит, артикул 2508. Все они идут 70 мл. Увлажняющий мы уже попробовали. Мгновенно его съела кожа. Просто мгновенно. Я его нанесу еще раз сюда. Но, как вы помните, моя коженька, она перезагорелая. Она сгорелая, да. То есть, я думаю, даже видно на камеру. Хотя я пряталась от солнца. И прям я сейчас все время увлажняюсь, увлажняюсь, увлажняюсь. Как для меня сделали. Легкий аромат алоэ. Очень приятный. Артикул 25.11. Значит, 25.11 с соком алоэ вера и маслом ши. Тоже масло ши есть. Так, дальше. Крем для рук барьерный. Ну, это, наверное, перед приборкой его надо наносить. С оливковым воском и масло кунжута. Из нас получают воск идентичный составу кожного сибума. Он создает... А, мы оливки. Из нас получают воск идентичный составу кожного сибума. Он создает защитный барьер, который препятствует испарению влаги. Если у тебя сухая или чувствительная кожа, то мы... То, что тебе надо. Так. Крем для рук омолаживающий, восстанавливающий. Я так понимаю, это идет защитный. Давайте его посмотрим. Ну да, такой склизенький. Сразу, да, отличается, например, от питательного своей вот этой вот склизостью. Да, он будет защищать. Не знаю, насколько, но будет. Он реально прикольный. Как-то вот понравился он мне. Запах тоже практически его нету. Далее, значит, крем для рук восстанавливающий с маслом арники и кунжута. Это уже для тех, кто, наверное, руки прям повредил, что ли. Так. Мудрая арника. Главный герой. Выходит за твоими ручками. Мне кажется, кремы для рук, вот кроме барьерного, да, там улыжняющий, питательный, восстанавливающий, да, то есть омолаживающий их просто по очереди. Одна упаковка закончилась, взял другую. Другая упаковка закончилась, взял третью, да, то есть разные упаковочки и уже прикольнее настроение. Итак, нанесите крем на чистую сухую кожу массирующими движениями. Вот так, 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 так. Я арника, девушка с сильным стойким характером. Быстрое восстановление кожи. Мой конек. Сухая кожа рук, им нужна защита, я помогу. Ну, вот, наверное, зимой, да, когда вот особенно руки сохнут, мне кажется, довольно таки неплохой. Ну, да, действительно, он легкий, быстро прям впитался. И что мне нравится, то, что чувствуется действительно увлажнение. То есть увлажняющий и омолаживающий, я так понимаю, антивозрастной. Значит, я облепиха, моей активности позавидует любой. Да, кстати, аромат у восстанавливающего такой приятненький. Оцени во мне в 8 раз больше витамина С, чем в апельсине. И рекордное содержание витамина Е. В моем лице ты найдешь борца с морщинами и мощный антиоксидант. Это значит, что кожа рук всегда будет молодой и красивой. Ну, это, я думаю, нужно всем. И вот он такой желтенький. Он единственный желтенький. Так, куда-то бы нанести. Да, то есть вот тут не наносила. То есть он единственный такой желтенький. Да, чувствуется, что он антивозрастной, что он погуще, попитательнее, немножечко посложнее. Ну, и запах облепихи я тоже чувствую. Причем такой не слабый и не яркий. Да, то есть средний запах облепихи есть. В общем, все измажу. Ничего лишнего, можно сказать, не приобрела. Но, если честно, если омолаживающий, да, он чем-то хотя бы отличается. То с барьерным, да, то увлажняющий, питательный, восстанавливающий. Мне кажется, их просто по очереди. Так же, как мы за волосами ухаживаем, да, то увлажняющие маски у нас и тут с вами. То питательные, да, то есть то еще какие-нибудь восстанавливающие, да. То с кератином, то с коллагеном. И пошло-пошло-поехало. Вот то же самое и руки. Так, далее идет у нас с вами вот такие вот упаковки. Я так понимаю, это пробный прям вариант. Зайдет, не зайдет у людей. То есть, чтобы постоянно не покупать вот эти вот упаковочки с дозатором, компания Фаберлик решила выпустить в пакетике артикулом 2667. Жидкое мыло 500 миллилитров, да. То есть это страфбери. Страфбери это у нас получается, наверное, малинка. Да, да, малинка. Вот, то есть из ту упаковка у вас закончилась, да. И вы новую наливаете в эту же самую упаковку с дозатором. И получается куда экономичнее, когда 500 миллилитров. Да, запасной блок, можно так сказать. Это тоже запасной блок, только банановый. Конечно, банановый я люблю больше. Артикул 2668. У них реально классные, яркие ароматы. И даже если они создадут литровый, мне кажется, они не прогадают. Но 500 миллилитров тоже уже сильная экономия. По-моему, 200-300 рублей мы считали. Ну, в общем-то, шикарный, да. На 200, даже если 200 рублей, можно купить, получается, еще 3 мыла. Вот в таком дозаторе, да. Или просто перелить. То есть есть большая разница. Так, дальше. Хорошо забытые старые в увеличенном формате. Это новиночка идет. Шампунь Баланса связывается для скромных жирностей волоса. Катюшка его любит. Катюшка и моется на постоянной основе. Она прям его и просит. И вот как раз он в вип-новинках. Я прям удивилась. Я забыла заказать, а он сам ко мне попросился в вип-новинках. 400 миллилитров, увеличенный объем, артикул 1316. Этот у нас стоит, наверное, мама с папой им мылись в прошлый раз. Потому что я его особо не помню. Для нормальных и лишенных блеска волос. Скорее всего, мама им мылась. 1318 артикул. У них приятный у всех травяной аромат. Очень приятный. И причем 94% натурального происхождения. Волосики после них такие мягкие, клевые. Завитушки, там все такое прочее. Ну, конечно же, куда нам без посудомоечных капсул. Ну, посудомойку мы можем запускать 2, когда гости 3 раза. Поэтому тут всего 20 штучек. Нам их на мало хватает. В общем-то, на 4-5 дней пачку хватает. И средства для чистки духовок и плит. Внимание! Сила цитрусов. То есть, абсолютно новый аромат. Я была очень сильно удивлена, если честно. И я не ожидала, что прям хорошо. Вот мы к этому привыкли. То есть, я практически 6,5 лет в компании. И мы привыкли к одному и тому же средству для чистки духовки и плит. А тут, тадам-тадам! Сила цитрусов. И действительно пахнет куда вкуснее, куда лучше. А качество средства осталось таким же обычным, каким и было. Поэтому, да, я перейду с легкостью на него. Артикул 30119. Очень понравилось. Клевое, классное и прикольное. Ну, что ж, мои дорогие. Это были новинки. Конечно, извиняюсь, что так длинно. Но уж какие новинки. Сколько их вернее. Такое и видео. Всем пока-пока. Ждите вторую часть. Мне только вот эти на данный момент пришли. А следующие еще пока не пришли.